Всем привет! Давайте сегодня опять вернёмся к машинам, которые часто пригоняют из Европы. Сегодня это будет опять Renault. Итак, встречаем Renault Talisman. Если вы не знаете, что такое Talisman, то это просто среднеразмерный седан, чаще это универсал. Эта машина пришла на смену Laguna 3 в 2015 году, а в феврале 2022 года Talisman сняли с конвейера и никакого преемника не предложили. В целом, это такой Passato Renault. Большой и вместительный. Создан на платформе Megane 4 и в этом плане больше походит на E-Space 5-го поколения. Полного привода в нём нет. Задняя подвеска всегда скручиваемая балка, никакой многорычажки. Но есть версии 4-контрол, где задние колеса отклоняются на небольшой угол для большей маневренности. Талисман часто привозят из Европы, так как эта машина недорогая и в неё хороший дизельный мотор. Давайте посмотрим, насколько надёжен этот большой и популярный Renault. Истинные поклонники Renault Talisman знают, что у этой машины не идеальные кузовные зазоры. Ну, она с такими сходила с конвейера. Бывает, что оттопыриваются уголки бампера сразу под фарами, но если нажать на вот это всё, становится на место. Но ненадолго. В ряде случаев в этом виноваты расклеившиеся крепёжные направляющие бампера. Их половинки склеены пайкой на заводе. Вот эти точки пайки и открепляются. Данная проблема ремонтируется обычным клеем этих элементов. Разумеется, бампер придётся снять. Фары талисмана пока не замечены в перегорании дневных ходовых огней. Что в фарах, что в ресничках. В отличие от Megane 4 и Scenic 4-го поколения, это раздельные элементы. Светодиоды в дневных ходовых огнях здесь пока ещё не перегорали. Однако есть случаи запотевания самой фары и чаще ресничек. Так вот, это запотевание грозит драйверу светодиодов. Он корродирует и затем выходит из строя. Драйвер иногда можно починить очисткой и пропайкой. Если реснички запотевают, то, скорее всего, есть щель между корпусом и плафоном. Её можно заклеить. Если трещина на самом плафоне, то может помочь наклеивание бронировочной плёнки. Кстати, часто реснички трескаются из-за лёгких ударов в них. Лючок бензобака при открывании иногда начинает висеть криво. Просто в его шарнире соскальзывает вниз ось. Её надо поправить, то есть обратно вернуть вверх. Для этого надо будет снять этот лючок вместе со вкладышем. Это сделать несложно. Большинство талисманов были привезены в универсальном исполнении. И крышка багажника у них пластиковая. И, несмотря на это, она провисает. Это наследственная болезнь Renault, потому что про это мы вам рассказывали на примере Megane 4 и Scenic 4-го поколения. В общем, из-за этого безобразия протирается краска в проёмах и на бампере. Но это безобразие лечится. То есть регулируются. Регулировочные винты становятся доступны после снятия спойлера и накладок по периметру заднего стекла. Есть болезни ещё и у шторки багажника. Если её развернуть целиком и полностью, она больше не будет сворачиваться обратно и натягиваться. Причина в том, что её конец со стороны намотки отрывается от барабана. Если оторвался, придётся разбирать корпус шторки, чтобы заново приклеить её. Ниша под запаску у этого Renault пластиковая и просто приклеена к усилителю кузова. В общем, со временем между пластиком и металлом может появиться щель и вода попадёт в багажник, то есть в место, где лежит запасное колесо. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо нанести по краю пластика и металла, то есть на стык между пластиком и металлом герметик. Если у вас свежепригнанный Renault Talisman в кузове Universal из Европы, то не удивляйтесь, если в скором времени перестанет работать стеклоомыватель заднего стекла. Дело в том, что в его трубке подачи, которая находится за обшивкой потолка сразу над багажником, есть такая маленькая пластиковая вставочка-соединитель. Она зелёного цвета. Вот надо до неё добраться и почистить. Этот стеклоочиститель засоряется растворённой в бачке стеклоомывателя таблеткой с моющим средством. Такое часто используют в Европе. В общем, если чистка этого места не помогла, то тогда найдите такой же узел в арке переднего правого колеса. Довольно часто на талисманах не работает фиксатор крышки подлокотника. Вот прямо как в нашем случае. Скорее всего, все машины через это пройдут. В общем, здесь ломается пружинка, которая возвращает вот этот механизм на место. Чтобы починить замок, надо разобрать крышку подлокотника. Для этого начинайте разбор с тыльной стороны. Снимите заднюю крышку и затем откручивайте расположенные там шурупы, продвигаясь к самому замку. Там вы обнаружите пружинку. К сожалению, её держатели пластиковые будут отломаны. Универсального рецепта, как это починить, нет. Надо подходить творчески с тем, что есть под рукой. А если крышка подлокотника как бы не садится на место, то и с легким стуком дожимается на место, то откройте её и посмотрите, есть ли там оба её резиновых упора демпфера. Часто отломаются их наконечники. Вместо них в отверстия можно вставить упоры от наружных ручек LADA. Иногда у этих машин ощущаются вибрации на селекторе АКПП. Дело в том, что этот селектор соединён с трансмиссией тросом. Именно этот трос передаёт вибрации. Дело в том, что на этом тросе внизу закреплён грузик. Он зафиксирован кернением, и вот этот грузик разбалтывается. Естественно, одна точка прижатия к тросу не является надёжным решением. Но исправить этот недостаток просто. Можете добавить ещё точек кернам, либо сожмите этот грузик, но без фанатизма. Не пережмите трос. Чтобы добраться до троса, нужно снять переднюю часть термоэкрана на днище. Трос будет уходить вперёд к трансмиссии левее от глушителя. На трос надета дополнительная рубашка с рёбрами. В сечении она напоминает звезду. Ещё подступиться к этому тросу можно сверху. Он находится прямо под площадкой для АКБ. А если машина с МКПП, то там приглушённый звон и низкочастотные вибрации будут слышны сразу под рычагом. Дело в том, что разбиваются пластиковые направляющие втулки, через которые проходят тросы. Тут тоже надо будет искать решение проблемы творчески. Либо затягивать и уплотнять эти втулки хомутами, либо же набить их смазкой. Как и у Megane в четвёртом поколении, так и у «талисманов» продвинутая мультимедийная система R-Link. На сегодняшний день она отлично прошивается, чтобы открыть скрытые функции. Ну, там отключить систему старт-стоп, залить карты не европейских стран и также просто обновить ПО. Кстати, а кирпичные системы после неудачной перепрошивки восстанавливаются на сегодняшний день. Специалисты есть. Кажется, что Renault без турбодизеля 1.5 DCI никому не будут нужны. Вот и «талисман». Без него не обходится. Этот мотор, благодаря своему объёму, очень сладок для таможенной пошлины. Поэтому большинство «талисманов» завозят именно с ним. Этот мотор надёжен и при должном обслуживании пройдёт полмиллиона километров. Правда, после пригона из Европы на рубеже 200 тысяч километров, лучше поменять шатунные вкладыши. Да, их сейчас не проворачивает, но при снятии они выглядят очень потёртыми, буквально изношенными. Клапан EGR, если с ним будут какие-то проблемы, придёт в себя после чистки. А почистить его можно превентивно, например, по случаю замены прокладки под ним. Замена прокладки под термостатом иногда понадобится до отказа этого самого термостата. А если на панели приборов появится сообщение «проверьте систему впрыска» и при диагностике обнаружится ошибка DF1003, она связана с датчиком дифференциального давления, то тогда просто поменяйте оборванную трубку, которая соединяет этот датчик с сажевым фильтром. Нужная трубочка стоит 55 долларов, но всё равно оборвётся через несколько лет. Вместо неё можно использовать армированную жаропрочную трубку подходящего диаметра. Ездить с такой ошибкой нельзя, потому что будут очень большие проблемы с сажевым фильтром. Второй по популярности двигатель на талисманах – это турбодизель объемом 1,6. Есть даже версии «сбить турбонаддувом». Этот двигатель более хлопатный. Неприятностей стоит ждать от охладителя EGR. Он протекает по прокладкам или иногда лопается. Появляется запах антифриза или запах отработавших газов, если он прогорит. Новый охладитель стоит около 550 долларов. Цепь ГРМ приходится менять после 150 тысяч километров. Весь комплект стоит 360 долларов. Иногда встречаются модификации с 1,7-литровым турбодизелем. Такие модификации появились в 2019 году. Особо неизвестно о надёжности этого двигателя. Этот двигатель – модификация мотора 1,6. Но что достоверно известно, так это то, что он унаследовал очень недолговечный ресурс цепи ГРМ от двигателя 1,6-литровым турбодизелем. Очень редко встречается талисман с двухлитровым турбодизелем. Такие модификации продавались только в 2019 году. Особо о его надёжности не известно, но вроде бы ничего плохого с ним не случается. Это старый добрый M9R, большой брат R9M. Ситуация с трансмиссиями у талисманов такая же, как и у Megane 4-го поколения. МКПП служит отлично, но после пробега в 250 тысяч километров надо будет задуматься о замене двухмассового маховика. А эта деталь недешёвая – от 500 до 900 долларов. Классических автоматов у Renault Talisman нет совсем. Вместо них у двухпедальных версий преселективные трансмиссии, те самые с двойным сцеплением. Двигателю 1.5 DCI в пару досталась трансмиссия преселективная DC4. Это адекватная трансмиссия. Есть случаи, когда она проехала 300 тысяч километров и даже не собирается на капремонт. Но при таком пробеге придётся поменять комплект сцепления, который стоит 1200 долларов. Всем остальным моторам положены мокрые преселективные AKPP. Нередко комплект сцепления на них едва выхаживает 200 тысяч километров и изнашивается настолько, что появляются пробуксовки. А комплект сцепления стоит 1500 долларов. Это совсем негуманно. Ещё эти трансмиссии очень чувствительны к состоянию масла, потому что фрикционы пылят прямо в него. Надо менять масло каждые 60 тысяч километров. Масло и фильтр. Обычно оно недорогое. Используют неоригинал, специально сделанный для этих трансмиссий. Ну, а сейчас мы поедем на 100, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну, а вы, те, кто сейчас не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь. Нам это очень сильно поможет в продвижении. Ну, и помните, что в «АвтоСтронг» есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, выбираем байки с маленькими пробегами в идеальном состоянии и продаем их с полным пакетом документов. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Замечено, что любой аккумулятор на «Талисманах» живет не более трех лет. Ему подавай либо улучшенный жидкий EFB, либо более дорогой сухой AGM. А дело в том, что на «Талисманах», особенно в самых богатых версиях, для комфорта слишком много электроники. Есть система старстоп, и при преимущественно городской езде генератор просто не справляется с нормальной зарядкой батареи. Как и на Megane 4, на «Талисмане» со временем начинает вибрировать и шуметь основной вентилятор. Его ось не имеет подшипников, а скользит во втулках из специального, но не долговечного материала. В зависимости от двигателя есть два вида вентиляторов. Стоимость от 600 долларов до 1000, заменители по 300 долларов. Есть такой вариант – набить втулку оси с маской, чтобы решить эту проблему. В подвеске «Талисмана» есть свои болячки, и это сайлентблоки передних рычагов. Но вместе с рычагами их никто не меняет, а перепрессовывать не оригинал, так получается дешевле. До глубоких трещин и люфта оригинальные сайлентблоки ходят примерно 120 тысяч километров. Задние и передние сайлентблоки стоят 25,5 долларов соответственно, а вот тяги стабилизатора ходят примерно 70 тысяч километров. Оригинал стоит 100 долларов, но, естественно, оригинал никто не покупает, а предпочитает не оригинал, который стоит от 20 долларов. Ближе к 200 тысячам километров придется заменить передние амортизаторы по 200 и ступичные подшипники. Оригинальные ступицы стоят по 500 долларов. Хорошие заменители по 200, опорные подшипники по 30 долларов. Задние амортизаторы, особенно на универсалах, которые используются по-хозяйски, служат примерно 150 тысяч километров. Оригинальные нерегулируемые стоят 360 долларов, а неоригинальные раза в три дешевле. Есть еще регулируемые амортизаторы. Так вот, не оригинала нет, а цена оригинала от 400 до 700 долларов. Задняя подвеска у Talisman всегда полузависимая. В комплектации Initial Paris задние колеса немножко отклоняются, то есть на небольшой угол для увеличения маневренности. Для этого на задней балке установлен актуатор и две рулевые тяги. Пока проблем с этой системой не было. Владельцы талисманов все-таки довольны этим автомобилем, особенно если это любители подергать ручку. Все-таки эксплуатация преселективных трансмиссий дороговата. Также дороговаты и оригинальные запчасти подвески, но таковы нынешние реалии. Двигатели дизельные хорошие, любимые моторы не подводят. Другие моторы потребуют хороших вложений раз в 150 тысяч километров, либо же единожды. Бензиновые турбомоторы тоже потребуют замены цепи ГРМ и даже иногда бензонасоса, чтобы пробежать следующие 200 тысяч километров до проведения таких же операций. В общем, талисман – это неплохой вариант. Простой, просторный и недорогой. Если вы хотите, чтобы мы делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поделитесь этим видео в соцсетях, напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».